Добрый вечер! Сегодняшняя наша лекция посвящена двум очень знаменитым китайским художникам. Это Инсю Джень, которую вы, наверное, знаете, потому что ее огромная капсула, таблетки сшитые из старых вещей, которая долгое время висела в атриуме Горожа, и вы ее там видели. Кроме того, вы могли видеть ее самый известный проект «Переносные города». Это чемоданы с тряпичными городами. Вы могли его видеть на одной из московских биеннале, та, которая была в Манеже. Лювей, не менее художник, немножко младше, да, он на 10 лет младше, это чуть-чуть следующее поколение. Также один из самых международно признанных китайских художников, представляет галерей Саачи, он участвовал во множестве международных выставок. Это такие современные звезды китайские, почти такие же знаменитые, как Ай-Вэй-Вэй, наверное, примерно того же поколения. И почему я вспомнила Ай-Вэй-Вэй, почему имеет смысл объединить именно этих двух художников, потому что их работы часто сделаны буквально из одного и того же материала, из-за того, что осталось от огромного колоссального сноса Пекина, который происходил с 90-х по 2000-е годы. Китай – это одна из самых строящихся, буйно строящихся и буйно урбанизирующихся стран мира. Это, знаете, в Шанхае и в Пекине снимают голливудский сайенс-фикшн, потому что там его можно снимать без декораций, потому что самые невероятные небоскребы и самые невероятные урбанистические ландшафты возникают именно в этой стране. И, собственно говоря, с этим стремительно меняющимся городским окружением, городским ландшафтом, и инсюжений, и левые работают. Но все это безумное строительство, все эти невероятные небоскребы, которые там растут, естественно, стали возможными, к сожалению, только потому, что в 90-х годах в крупных китайских городах, особенно в Пекине, сносили под корень, сносили бульдозерами старые кварталы. Потом частично на их месте выстроив их точную имитацию, выстроив их фейки для туристов. И этот снос кварталов, то, что в Москве сейчас происходит, реновация, для китайских художников это стало в буквальном смысле материалом их искусства. То, из чего, помните, там из чего сделаны работы Ай-Вэй-Вэй, вот эти все старые двери, снятые с петель, это двери из традиционных китайских кварталов Пекина, хутунов, которые были снесены под корень. И вместе с этим сносом, естественно, это не просто история про снесенную архитектуру, это сносится прошлое, сносится, меняются социальные отношения, потому что люди привыкли жить с соседями, и потом этот уклад, это все разрушается, их переселяют в новостройки. Это абсолютно такой культурный слом, который там происходит. И то, с чем работают и Инсюджень, и Лювэй, это урбанистика, город, архитектура и то, насколько в этих городах, в этих стремительно меняющихся городах, в этом стремительном строительстве может сохраниться память, личная память и память коллективная. Инсюджень, первая наша героиня, одна из первых китайских художниц, прославившихся женщин, достигших уровня международной звезды, она действительно одна из звезд, взялась она в 1963 году, и ее детство еще пришлось на маоистский Китай. В ее детстве не было школы, у нее была большая семья, у нее было четверо детей в семье, старшие сестры, семья, которая сложилась и появилась до политики один ребенок, одна семья, которая тоже для Китая, для ее искусства, для ее искусства как женщина, как художница, тоже очень важный сюжет. Вот это, собственно говоря, ее семейная фотография, которая была использована в одной из ее выставок. Она была как образцово-показательная фотография правильной китайской семьи, она была из рабочей семьи, ее мать работала на швейной фабрике, ее отец занимался строительством, был маляром, и когда она была подростком, она подрабатывала маляром, до того, как она пошла получать художественное образование. И это тоже для нее, одна из ее сестер старшая рисовала и работала в отделе пропаганды на строительном заводе, то есть делала стенгазеты, но я не знаю, то, что могут делать в советском отделе пропаганды. И Инсюжэнь еще помнит вот этот самый, как бы тот Китай маоистский, в котором память о котором стирается, память о которой была тяжелая, память о которой не самое счастливое детство, при том, что для нее это было, она в отличие от Айвэйвэя, которая из семьи интеллектуалов, она была из-за такой самой, что ни на есть, благонадежной рабочей семьи, вот той идеальной рабочей семьи, на которой как бы хотел основывалась социалистическое китайское общество. Для нее эти воспоминания, воспоминания, во-первых, о бедности, о том, что это мир, в котором у всех все было одинаковое, еда, одежда, предметы, но при этом это все одинаковое внутри Китая и такое подобие, почему ничего нет в мире. Я думаю, как у тех из вас, кто помнит Советский Союз, может быть, тоже есть это ощущение. Вот, и именно эта память, какой бы она ни была, исчезает на ее глазах. Исчезает, и как бы то, что она использует в своих, вот этот коллективизм, уникальность и единообразие одновременно, это рабочие навыки, бедность, при которой одежда шьется дома, и одежда является огромной ценностью, и мать с этой швейной фабрики приносит какие-то остатки тканей и шьет из них одежду детям. Каждый год на Новый год детям принято дарить новую одежду, это та одежда, которую они будут носить весь год. Она помнит первую свою кофточку, которую она сшила своими руками подросткам, потому что она очень рано начала шить. Почему я говорю все время о шитье? Потому что постоянный материал, один из постоянных материалов, с которым она работает, это ткань. Она, собственно, вот с этими навыками работает. Вот, она поступает в художественную школу, ее художественное образование приходится на период относительной либерализации Китая, это 80-е годы, период, когда начинают делаться первые выставки современного искусства, период, когда появляется информация о западном искусстве, для нее одним из решающих опытов становится выставка Роберта Раушенберга, которая проходит в Китае, замечательного американского поп-артиста, который в 80-е и 90-е годы, у него была программа межкультурного обмена, он выставлялся в странах, до этого абсолютно закрытых для западного искусства, он выставлялся в Пекине, он выставлялся в Тибете, он выставлялся в Москве, это была одна из первых западных выставок в Москве, которая происходила в начале 90-х годов в ЦДХ, и была, я думаю, тоже для многих таким же решительным, решающим экспириенсом, как для Инсунжень, которую потрясло, что она училась, она получала традиционное образование, когда учили масляной живописи, учили соцреализму, после чего она живописью не занималась, потому что для нее было важно увидеть эту выставку и понять, что вообще искусство состоит, это не живопись. И Инсунжень, и Лю Вэй принадлежат к тому поколению китайских художников, которые уже не занимались живописью, они занимались сразу инсталляциями и объектами. Вот, как я уже говорила, она пережила период либерализации, который закончился с первых выставок современного искусства, публичных, которые происходили в конце 80-х годов. Там была такая решающая радикальная выставка, которую все равно ее открыли, два раза закрывали. Один раз потому, что кто-то из художников во время перформанса выстрелил в выставочном зале, второй раз потому, что кто-то другой из художников позвонил и сказал, что в выставочном зале заложена бомба, это был его перформанс. В общем, выставка просуществовала две недели, но все-таки просуществовала, а после чего случилась студенческая демонстрация на площади Тени Аньмони, которая была расстреляна в 89-м году. И следующие несколько лет китайское современное искусство существовало в андеграунде. И первые выставки, в которых Инсю Джен уже участвовала, создавая современное искусство, создавая не ту соцреалистическую живопись, которую ее учили, а то искусство, которое она хотела делать, это выставки, которые проходили дома. Думаю, это были, как в Советском Союзе, это были подпольные квартирные выставки. Это, собственно, поколение художников, которые были в андеграунде. Когда андеграунд уже существовал, уже были достаточно художников, чтобы делать квартирные выставки и приглашать на них знакомых. И первая ее выставка, первая ее работа, с которой официально начинается ее биография, можно сказать, это история, собственно говоря, про одежду, про тряпочки и про память. Это чемоданы, в которых обычно раскладывается, это чемоданы с приданным. И это чемоданы, в которые она сложила все свои вещи, свою одежду, каждая из которых была чем-то ей памятна. Первая вещь, которую она сшила своими руками, первая вещь, которую ей сшила сестра, вещь, в которой она окончила школу, вещь, в которой она поступила в институт. Вот такая вот очень личная индивидуальная память, та самая индивидуальная память, которая появляется впервые, индивидуальное сознание, индивидуальная история, которая появляется у человека, который вырос с идеи коллективности, а не индивидуальной памяти. Вот это отстаивание своей индивидуальной памяти через что-то действительно предельно личное, предельно интимное и в то время очень ценное. Вот каждая из этих кофточек, самых простых, это что-то предельно ценное, предельно твое, и что-то для тебя, что-то не обретает вот этот статус старья. И с одеждой она продолжает работать дальше. Она делает в 1995 году, в то время она выходит замуж. Ее муж, также известный художник Сонг Донг, это такая замечательная пара художников, у них есть совместные проекты, о которых мы будем говорить сегодня. А Сонг Донг ему, наверное, когда-нибудь поговорим в одной из следующих лекций. Художник тоже совершенно замечательный. И тоже такая история, связанная с одеждой, с памятью. Две стопки свитеров, стопка женских свитеров и стопка мужских свитеров, которые распускаются и из которых связывается какое-то новое единое целое. Вот как можно представить себе объединение мужчины и женщины в таком домашнем быту. Ну и выставлялись эти работы дома. Выставлялись они, собственно говоря, в квартире, среди бытового беспорядка, среди разбросанной одежды, может быть. Это было и к этой теме шарфиков, шерсти, одея, вот этого тепла домашнего. Инсу и Жень вернется несколько позже, в 2000-е годы, сделав вот такую вот работу «Невыносимое тепло». Это связанное, соединенное вот в такой клубок множество детских шарфиков. И эта история как раз вот про вот эту государственную политику новую, китайскую, поскольку Китай одна из самых населенных и перенаселенных стран мира. Там принята политика «одна семья, один ребенок», когда там просто запрещали долгое время заводить второго и третьего ребенка. И возникла абсолютно, и это тоже такой абсолютный слом культуры, да, потому что это многодетные семьи, и появляются эти единственные дети в семье, и появляется какая-то совершенно психологически другая генерация, дети, которые буквально еще удушены родительской заботой вот этими вот «Невыносимым теплом», вот этих всех шарфиков, которые, да, и опеки, которые их окружают. Это вот как-то такая история, когда одежда пока что еще остается одеждой и работает как про одежду. Ну, вместе с одеждой возникает идея, возникает обувь, вот такие наполненные цементом туфли. Туфли, как вы видите, принадлежащие и мужчинам, и женщинам. Туфли по разной моде, от таких традиционных, очень китайских туфлей, которые там с 40-х, 50-х годов носились. То есть тряпичные туфли с перемочкой до какой-то, опять-таки, такая память разных поколений, память телесная, память тела, память предельно интимная. Туфли, заполненные цементом, заполненные вот этой тяжестью времени. Цемент – второй любимый материал инсюжения, она работает с двумя одеждой, с секонд-хендом, с тряпками. И с цементом, с цементом строительства, с цементом, который ассоциируется с цементной пылью, которая на ее памяти висела в воздухе, пекина, который разрушался и строился. И цемент – это история, это окаменение, вещи, ткань, одежда – это личная память. То есть это материал личной памяти и материал общей истории, наверное, цемент, который заполняет эти туфли, делает их тяжелее, чем они есть. Туфли, с которыми она работает достаточно часто, вот такие несколько пар. Автобиография в туфлях, вот эти самые традиционные китайские туфельки, в каждой из которых помещена ее фотография, сделанная в один из, опять-таки, каких-то значимых для нее моментов в жизни, там, школы, институты, первые выставки, первые путешествия за границу, то, что можно унести с собой. И с туфлями же связана вот одна из ее инсталляций уже 90-х годов, инсталляция, когда она делает паблик-арт. Это делает она их в Алхасе, в Тибете. И это туфли, наполненные, которые стоят на берегу реки. Туфли, наполненные маслом яка. Масло яка – это основа тибетской кухни, во многом. Это масло, которое добавляют в чай, это масло, из которого делают свечи. Вот эти туфли, которые стоят под открытым небом. Туфли, наполненные маслом, которые вечером зажигаются, как свечи. Откуда эта история? Это часть проекта, который она начала делать в 90-е годы. Это международный проект, придуманный американской художницей, сделанный под эгидой ЮНЕСКО. Проект, посвященный питьевой чистоте воды в мире. Это огромная проблема, экологическое загрязнение воды. И Инсюджин делает несколько работ, которые делают ее, собственно говоря, международно известной в рамках этого проекта. Один из этих проектов она повторяет несколько раз в разных странах мира, начинает она его делать в Китае, где, опять-таки, вот эта вся урбанизация, строительство, промышленный рост невероятный, связан еще, естественно, с загрязнением окружающей среды, с загрязнением воды. И она находит одну из самых грязных рек в Китае и предлагает проект, предлагает помыть реку. Она берет воду из нее, замораживает ее в ледяные блоки, ставит эти блоки на берегу этой реки и предлагает всем желаю, как бы предлагает прохожим, людям, которые участвуют в этом, жителям, которые живут вдоль этой реки символическим образом, помыть эту грязную реку, помыть этот лед, который, очевидно, грязный. Она повторяла этот проект во многих странах мира. И там были варианты, когда это все... Приходили люди уже, школьников приводили с классами, показать экологическое искусство. А когда она делала это первый раз, собственно, в Китае, люди, местные жители, участвовали в этом, потому что там что-то происходит интересное, но совершенно, видимо, абсолютно не понимали, о чем речь, потому что они просили разрешения эти блоки льда взять потом с собой, чтобы добавить их в питье или чтобы охладить в них фрукты. То есть они не понимали, что это грязная вода, они были готовы дальше ее добавлять в воду, так же, как они поступали всегда со льдом. И это как бы такой прекрасный блок льда, который лежит, почему бы его не использовать дальше в хозяйстве. И истории с водой было несколько. Потом был еще один проект про воду, сделанный тоже в Тибете, в Хасе, где она на берегу, над рекой, которая там течет, река тоже достаточно грязная, поставила кучу китайских палочек, на каждой из которых стоит пакет, наполненный чистой водой. Вот эта чистая вода, которая стоит над грязной водой. И с водой уже, с экологическими темами, с ленд-артом отчасти связаны, два проекта связаны с деревьями, такое грушевое дерево. Система корней, которая прочерчена вот такими вот трубочками, связывающими чаши с водой. Вот показать, как устроена корневая система этого дерева, показать, насколько оно здесь тоже нуждается в этой воде, и укоренено, что это не отдельное дерево, что оно укоренено во всей природе. Вот, и еще один проект уже где-то в Европе сделанный, где дерево превращается в варфу, в олову варфу. Вот, с растениями связаны несколько ее ранних инсталляций, вот такая инсталляция, которая тоже вроде бы про какие-то посадки растения, но и при этом про полдородие, про женственность, про материнство, потому что то, что кажется, на первый взгляд, какими-то странными растениями, вырастающими из горшков, горшков заполненных опять-таки цементом, это женские колготки с надувными шарами, которые напоминают беременное чрево. И еще одна работа также из этой же серии, она повторенная в 2017 году, но впервые сделанная в 90-е годы, когда Инсу Джейн впервые поехала на стажировку в Америку, и она там сняла замеры окна того здания, в котором она жила, нарисовала это окно на земле в виде клумбы, взяв оттуда вот как бы что в это окно, что в эту рамку попадает, какие растения там растут, и потом повторила вот эту самую историю с этими сорняками, сорнями травами, которые посажены в бетон, которые как бы прорастают сквозь заведомо мертвую землю, потому что они тоже там как бы могут прорасти. Вот, ну, бетон, это, как я уже говорила, это еще один из ее любимых материалов, и вот с бетонной пылью, с ощущением вот этого как бы строительства и разрушения связан цикл ее работ, посвященный вот этому сносимому Китаю, сносимому традиционным китайским кварталам, когда весь город строящийся, растущий, модернизирующийся, неожиданно оказывается в руинах, когда ты можешь утром поехать на велосипеде на работу, увидеть, как бы, когда ты вечером возвращаешься, дом, который стоял на твоем пути, уже снесен, его не существует, когда половина старых домов помечена иероглифом под снос, обречено, и вот как бы этот город, который вдруг оказывается городом руинов, городом опустошенным, городом, который выглядит так, как будто здесь только что произошла какая-то катастрофа, и она вместе со своим мужем, они собирают вещи из этих сносимых домов, и мебель, черепицы, и выстраивают вот это кладбище города, кладбище при жизни, кладбище этому сносимому городу. А инсталляции, которые, как бы, несколько у них работ, когда они собирали, делали фотосерию, когда они еще сохранившиеся старые дома и выросший там новый дом, который никак не объединяется в одно пространство, и черепицы со снесенных домов, к которым приклеены фотографии людей, живших в этих сносимых домах, то есть такое кладбище при жизни, как если бы эти люди исчезли, хотя никуда не исчезает их память, исчезает их привычный мир, исчезает этот уклад. И ощущение, как бы, она настолько замечательно работала с этим ощущением руины, утраты, города утраты, что ей предложили сделать проект в Берлине, проект памяти, посвященный руине Второй мировой войны. Это дом, который там остался в сохраненном варианте, дом со следами обстрела, артиллерийских орудий, и она перед этим домом поставила бетонные столы, когда она их изготовляла, она помещала в этот бетон фрукты, фрукты, которые, естественно, когда столы были завершены, фрукты сгнили, остались только их отпечатки, остался этот след такого пиршественного стола, без пиршества, след, поскольку это стоит под открытым небом, отпечатки фруктов, которые заполняются во время дождя, заполняются водой. Такое абсолютно пиршество следов, пиршество отсутствия. А вот, ну, как я уже говорила, это разрушение, перестройка Пекина была не только, перестройка, которая достигла своего апогея перед Олимпийскими играми, когда, собственно говоря, снесли уже дом, в котором жила сама художница со своим мужем, он очень долго сопротивлялся, только в 2000-е годы его все-таки снесли. Вот, это не только утрата архитектуры, это утрата уклада, это утрата традиционных связей, которые существуют между людьми. И вот таким связям между людьми, этому традиционному быту, традиционным сообществам, было посвящено несколько проектов инсульжения 2000-х годов, для начала 2000-х, сделанных, в общем, в том, что напоминает эстетику взаимоотношений, напоминает проекты рекретотирования. А один из этих проектов был сделан для биеннале в Корее, биеннале, темой которой были занятые города, деловые города. И вот внутри этой истории занятости, отсутствие времени, цейтнота, вот это того, что является свойством современного мегаполиса, особенно азиатского мегаполиса, то, что появляется в тот момент, появляется в Китае, вот эти перегруженные, деловые, занятые работы города, она выстраивает историю про традиционный досуг, это фотографии чайных домиков, кафе, людей, которые собираются в парках заниматься, тай-чи заниматься и танцевать, тот традиционный досуг, публичный, коллективный, который сохранился, долгое время сохранялся в Китае как антитеза вот этому ритму современного делового мегаполиса. И она предлагает посетителям выставки принять участие, немножко отдохнуть, взять это свободное время, побездельничать, провести свой досуг, так как его проводят старое поколение жителей Пекина, старое поколение китайцев, которых как раз из этого привычной среды вырвали. Единственное, что им остается, это вот эта странная форма досуга на улицах, которую она исследует. А еще и в такой же эстетике взаимоотношений стартует их совместный проект, который они делают на протяжении многих лет, со дня своей, с момента своей свадьбы, с Сонгдонгом. Они, проект, который называется «Палочки для еды», проект, который они стартовали, начали, по-моему, на пятилетие или на десятилетие своей свадьбы, проект «Палочки для еды», который, видимо, в Китае является идеальным образом супружеской пары, как они должны работать вместе. И, собственно, этот проект, которым они постоянно возвращаются, заключается, как первый проект, который делался как приглашение на свадьбу с досугом, с настольными играми, с угощением. И проект, который был их первой совместной ретроспективой, проект, который продолжается много лет, для каждого из этих проектов они договариваются сделать, собственно говоря, две палочки. Они не говорят, как они будут выглядеть. Каждый делает свою палочку. Они оговаривают только то, что они будут одинакового размера. И дальше каждый выдумывает свой вариант. палочки. Это могут быть вот такие вот палочки в виде лучей света. Это могут быть самых разных форм. Каждый придумывает свою версию палочки для еды. И в какой-то момент, в 2013 году, впервые этих палочек оказалось и три, потому что их дочь, у них тоже единственный ребенок, их дочери, подросток, решила принять участие в их проекте. Они придумали какую-то новую, совершенно не очень понятно, как работающую, представление о трех палочках для еды, где она тоже в этом участвует. Каждый делал свою историю. Инсу Джейн сделала вот такую вот палочку, напоминающую традиционную бамбуковую флейту, но сделанную из хрома и снабженную респиратором. То, как можно дышать, играть на флейте загрязненным воздухом. Сонг Донг сделал палочку, оснащенную, посвященную фальшивой китайской электронике, на которой очень много кнопок, пультов и всего прочего, и все это не работает, и все это является каким-то удивительным китайским киберпанком. А их дочь сделала палку волка, потому что она очень любит волков, и потому что для нее это тоже история про стадности, одиночество. Волк-одиночка, волк, там станет единственным ребенком, надо сделать свою такую детскую историю про волков, которые интересуют. Получилось такие семейные три палочки для еды, которые уже не очень похожи на палочки, которые какое-то новое единство и новый способ жизни, существования. Я возвращаюсь к сольной карьере Инсу Джейн. В 90-е и 2000-е годы для нее стали еще периодом, когда она стала, как я уже говорил, у нее была стипендия в Германии, у нее была стипендия в Соединенных Штатах, она стала участвовать в международных выставках, и для нее, как и для многих китайцев ее поколений, это был момент открытия границы и огромного, конечно, перемещения и путешествия, когда довольно непривычно, потому что страна долгое время была закрыта, я думаю, что она, как и люди ее поколения, чуть младше в России, в Советском Союзе, жили в полной убежденности, что они никогда нигде не побывают, и вдруг это все открылось, и с этим открытием связано, и опять-таки с памятью связана история продолжения, история с чемоданами, что можно поместить в чемодан, как можно из чемодана выстроить целую жизнь, тем более, как можно в этом чемодане что-то уберечь от разрушения, что-то уберечь, это чемодан с приданным, это чемодан для путешествия, это чемодан, в которой можно спрятать что-то исчезающее, как можно прожить жизнь на чемоданах, и как можно целый город построить из чемоданов, вот такой вот город, опять-таки, из тряпья города за одежды, как этот китайский мегаполис из одежды, это проект, который она делала для выставки кураторов Хансу Ольриха Обреста, живущего во Франции, китайского куратора Хуханру, который открыл китайское искусство во многом Европе, Западу, выставка города в движении, которая была на Венецианской биеннале, такая была прорывная в свое время выставка, открывшая китайское искусство, где-то в эти мегаполисы сделаны при этом старые одежды, из каких-то из футболок, из колготок, из воротничков, как из этого всего вырастает вот этот самый город. И, собственно, эта тема была продолжилась в одном из ее самых известных на настоящий момент проектах, перед нами города в чемоданах, проект, который, конечно, находится в каком-то диалоге с классикой искусства XX века, с Марселем Дюшаном, с его мини-музеями, когда он делал чемоданы, в которые он помещал копии всех своих работ. Здесь это чемоданы, в которых она помещает, собственно говоря, все города, в которые она посещает. Первым городом, который она сделала в чемодане, был Пекин. Потом она стала туда помещать Сан-Франциско, потихоньку все города, которые она посещала. И вещи, как бы, все сшито из тряпья, это все сшито из старой одежды, из секонд-хенда. И все вещи, которые использованы в этих чемоданах, это вещи, которые она брала и собирала у жителей тех городов, которые она помещает в этот чемодан. И эта история, что такое современный мир, мир путешествий, мир, когда ты не отправляешься в какой-то город, а хочешь его взять с собой как багаж, хочешь его увезти с собой, перенести, как бы, получить свою собственность, что невозможно. Как ты можешь, как бы, эта история про глобализацию, про то, как ее избежать, эта история про сувениры, про потребление путешествий, про потребление городов. И вот про это желание все-таки что-то свое, что-то сберечь. В этом мире очень эффектный, забавный проект, который бесконечно интересно рассматривать эти города. Я думаю, что, может быть, кто-то помнит это по московской биеннале, про то, как действительно это было невероятно увлекательно рассматривать. И вместе с городами, еще с багажом, одним из постоянных ее сюжетов оказываются, собственно говоря, путешествия, самолеты, то ощущение открытости, стресса, места и не места, которым являются авиаперелеты до спрессованного времени. И самолеты, которые она тоже делает из тряпья, самолеты, которые появляются у нее впервые после самолета, которые она одомашнивает, самолеты, которые она при этом показывает их, делая их забавными, но и делая их крайне уязвимыми. Ты видишь внезапно всю уязвимость вот этой самой машины, которой ты должен доверять, ты видишь, как то, что тебя должно унести от дома становится, одомашнивается и обретает вот эту как бы забавность и уязвимость с кучей багажей. И проект «Самолетом» возникает впервые, она, по-моему, делает накануне 11 сентября 2000, вот это, собственно говоря, абсолютно переоценки представления о путешествиях, о самолетах, об аэропортах, когда это все становится связано с еще большей ситуацией стресса и опасности. И в 2004 году она начинает серию вот такой вот, помните, начинаются, становятся страшно строгими правила досмотра и провоза, что можно взять с собой на борт, начинают выбрасывать, запрещают брать жидкости в этот момент, и возникает ощущение, сама художница говорит, возникает такой тотальный кризис доверия. Нам никто не доверяет, мы приходим в аэропорт, мы проходим этот досмотр, процедуру досмотра, и мы чувствуем, как мы, что ни в чьих глазах никто больше нам не доверяет, мы должны доказать это. И она делает, как перформанс, она делает, берет список авиакомпании и по этому списку делает все предметы, запрещенные к провозу, холодное оружие, магниты, ножницы, огнестрельное оружие, вот все, что запрещено для провоза. Делает это в виде тряпичных игрушек, помещает это, кладет это в чемодан, и с этим чемоданом идет в аэропорт. Ее досматривают, потому что на просвет этот чемодан наполнен оружием, и когда ее досматривают, ее просят, естественно, открыть чемодан, и тогда все сотрудники аэропорта видят, что это тряпичные игрушки, и они начинают смеяться, и звать других сотрудников тоже посмотреть на это и посмеяться. Ее пропускают, естественно, наоборот, то есть это была как бы такая шутка, которая помогла снять вот это самое колоссальное напряжение, которое тогда происходило. И тогда же, после 2000-х у нее в этом мире связано вроде бы с памятью, с одеждой, с чем-то очень интимным, с очень женским миром. Появляется история про опасность. И, опять-таки, для Венецианской биеннале, для китайского павильона, по-моему, один из первых китайских павильонов, который был на Венецианской биеннале, павильон, в котором было несколько участников, и были только и куратор, отбирал, отобрал только женщин-художниц. Это такой прорыв для китайского искусства, несколько художников, и только женщины. Она делает вот такой вот проект, который называется «Оружие». И это, опять-таки, тряпичные вещи, тряпичные предметы, которые напоминают одновременно традиционные китайские копья, ракеты, собственно говоря, и телебашни, где оружие, это масс-медиа, оружие, которое сшито из тряпок, тема, которую она продолжает в следующем проекте, которая здесь, представляя телебашни, уподобленные ракетами, ракетам, где самая узнаваемая шанхайская телевизионная башня, которую можно увидеть, где тоже есть и некое одомашнивание этих предметов, потому что масс-медиа – это тоже орудие, оружие поражения, и пародийность, что эти все фаллические символы оружия, масс-медиа, телевизионных башен, сшитые из тряпья, сшитые из очень женского материала, и при этом все-таки ощущение, что они продолжают быть гигантскими, что ощущение, что во имя как раз этой всей уютности, домашности, безопасности, собственно говоря, вершатся все войны, потому что к этому всегда апеллируют защитить свой очаг, что это то, что не обязательно смягчит это ощущение воинственности, агрессии, которая есть в этих работах, которые в них продолжают быть. С какого-то момента Инсу Чжень продолжает работать с одеждой, но одежда у нее перестает выглядеть как одежда, из одежды начинает создаваться что-то абсолютно новое, проект, в котором действительно была важна память, была важна одежда, была важна ценность этой одежды, потому что еще одна особенность, связанная именно с Китаем, современным, культура, в которой нет особенного интереса к старым вещам, до недавнего времени не было секонд-хендов, до недавнего времени не было винтажа, где много одежды, дешевые, новые, и где все должно быть абсолютно новым, абсолютно новая одежда, абсолютно новая посуда, в котором строится общество потребления решительно, еще почему, потому что нельзя пользоваться интимными вещами, одеждой, обувью, посудой, которой кто-то до этого пользовался, особенно если это кто-то умер, потому что на ней остается следовое остается его испарение, и с ним не нужно с этим контактировать, мистическое почтение с брезгливостью, и, собственно говоря, с этой памятью, с этими следами, которые остаются на вещах, с этим прошлым, от которого не надо отказываться, Инсу Джейн работает, создавая проект коллективное бессознательное, мини-автобус, который растягивается такой гигантской гармошкой за счет опять-таки ткани, 400 вещей 400 человек здесь есть, 400 историй, и сам этот мини-автобус, модель автобуса, которую она берет, это мини-автобус, который был очень популярен в Китае в 80-х годах, когда только-только появляется какая-то частная собственность, это первая машина, которую многие могли себе позволить купить, это китайские маршрутные такси, то есть такая примета 80-х годов китайской перестройки, собственно говоря, и машина, которая сейчас исчезла, машина, связанная с прошлым, машина, связанная с какой-то ностальгией, вот как эта машина, как она растягивается, как она вмещает в себя все больше и больше личной памяти прошлого, вот этой коллективной памяти, коллективного бессознательного, машина, которая внутри, поскольку эти ткани, ткань разноцветная просвечивает, оказывается каким-то подобием церкви с витражами, да, внутряг вот эта вот тряпичная машина, вдруг оказывается такое прекрасное, насыщенное цветами, просветом пространства, ну, и, собственно, одна из ассоциаций, что это вещи, как бы, это машина, где эти перепонки матерчатые напоминают книжные корешки, и с книгами, с памятью, таким более конвенциональным образом памяти, она тоже работала, делает такой книжный шкаф, сделанный из матерчатых книг, потому что любая, это старая одежда, это такое же вместилище памяти, да, как истории, как и книга, вот, ну, вообще, некая идея, что сшить можно все, можно сшить шоссе, можно сшить волны, такими, как они предстают в традиционных китайских орнаментах, собственно говоря, орнаменты, которыми также украшается ткань, украшается одежда, и можно как бы работать с другими, она иногда работает с другими материалами, такой проект, который, черная дыра, которую она делает в 2010 году, черная дыра, сделанная форма, сделанная, напоминающая граненый бриллиант, и сделан этот объект из грузовых контейнеров, грузовых контейнеров, которых по морю, на кораблях, перевозят грузы, и черная дыра для нее это дыра человеческих желаний, дыра потребления, потому что, собственно говоря, это контейнеры, которые путешествуют по всему миру, перевозя груз, перевозя то, что должно удовлетворить это ненасытное человеческое желание потреблять, желание, которое доводит мир до катастрофы рано или поздно, если вспоминать про ее изначальные экологические импульсы, ее работы, и та же работа, которую она несколько позже повторяет уже из ткани, и что это за ткань, что это за черные бриллианты, с чего это сделано, это сделано из футболок, из черной футболки, с различными логотипами, с настоящими логотипами, с фальшивыми логотипами, все это сделано и в Китае маечки с надписью Шанель, или что там, что там, где сами эти логотипы становятся тоже вот этим символом потребления, желаний, что я хочу майку с этим логотипом, и поскольку все футболки черные, они еще там подсвечены дискотечным светом, все человеческие амбиции, все человеческие желания, которые создают эту черную дыру, вот, и ощущение, еще одна из работ продолжающих историю с самолетами, да, самолетное шасси тоже сделано из ткани, на самом деле, поднятые, беспомощно поднятые, крутящиеся, зависающие в воздухе, и опять-таки это одомашнивание, да, такое издевательство над мощной металлической мужской техникой, но и некое сомнение в будущем мира, негде приземлиться, этому самолету негде приземлиться, мы ни в чем уже не укоренены, у нас не осталось прошлого, у нас не осталось истории, поэтому этот как бы невидимый самолет зависает в прошлом, приземлиться ему негде, и такая же, вот, из той же серии работы, это спасательный плод, спасательный плод сделан из ткани, тоже матерчатые, сделаны из старых диванов. За что мы можем уцепиться, на чем мы можем остаться. Эти вещи перестают быть узнаваемыми уже. И символ жизни, я бы сказала, с большим приветом некогда молодым английским художником, который работал с окурками как символом быстротечности жизни. И Лукас, у которого тоже была целая серия работы за окурков. Но здесь все эти окурки сделаны опять-таки из старых, сшитые старые одежды. Одежда – это память. Одежда – это очень интимная память, потому что это вторая кожа прежде всего. И у Инсючжин есть серия работ, которая отыгрывает как раз телесные коннотации одежды, собственно говоря, кожаный куб, где вещи подобраны таким образом, что они оффицируются с телом, с кожей, с каким-то странным мутантным существом. Все, что можно извлечь из ткани физиологического, вот такие вот странные органы, непонятные, которые можно сшить и перешить по-другому. И серия работ, убежищ, которые тоже сшиты как огромные подобия различных человеческих органов. такой огромный мозг, например. И это работы, которые сделаны, это инсталляции, в которые можно войти. Опять-таки, инсталляции сделаны из старых вещей, собранных специально для выставки. Это всегда некий социальный момент, как эти вещи собираются. И инсталляции, которые кажутся бесформенными снаружи, оказываются вот такими вот невероятно красивыми, напоминающими витражи, напоминающими европейские соборы с витражами внутри. Когда ты в них оказываешься в этом убежище, это может быть мозг, это может быть тоже с продолжением формы человеческого желудка. И знакомая, собственно, нам показывающаяся в гараже вот такая огромная пилюля, название этой работы «Медленное действие». Это название линии медикаментов с замедленным действием, когда лекарство дозировано таким образом, чтобы оно как можно медленнее действовало, и чтобы организм лучше его усваивал. И для инсталляции это замедление это как бы замедление вот этого стрессового времени, вот тот же самый досуг, который ты можешь замедлить время, замедлить действие, войдя в эту капсулу и побыв в ней внутри. Она работает как бы в 2010-е годы, она возвращается к своей практике живописи, в конце концов, она училась, она получила образование художника-живописца, делая еще одну историю про дорожные работы, про строительные работы. Она делает строительную, серию строительных барьеров, то, чем заграждают стройки. Но это строительные барьеры, которые сделаны из дерева обтянуты тканью, тканью, на которой она пишет иногда виды исчезающего Пекина, иногда просто некие условно-пейзажные рисовки, туман, дым, туман, который всегда был таким поэтическим сюжетом традиционной китайской живописи, когда это были какие-нибудь туманы на прекрасных горах. И туман, который стал повседневностью Пекина, город, который почти постоянно погружен в густой-густой смог. Тоже по-своему красивый, но это такая ядовитая, очень ядовитая красота. И состоянию современного мира, его стрессом посвящен проект «Температура», проект, в котором инсюжение объединяет два своих любимых материала, бетон и цемент, и бетон, и ткань. Это руины, это те же руины, которые все время возникают в связи с теми или иными столкновениями, конфликтами, катастрофами, которые происходят в мире. Руины, из которых начинают прорастать вот эти самые тряпки, те же самые лоскуты, лоскуты, которые здесь воспринимаются и как то, что было вмуровано, в эти руины, клочья жизни, как клочки жизни, которые в них остались. И при этом это какое-то тепло, которое появляется, это такая витальность, это как эта трава, которая пробивается через асфальт. И серия «Температуры» стала предвосхищением недавней серии, которую художница сделала, в которой она начала работать с новым для себя материалом, она начала работать с керамикой, с этим самым фарфором, с керамикой, который всегда был одним из гордостей традиционной китайской культуры. Это тоже история про память, но про память гораздо более старин, про Древгага, чем, собственно, ее личная память, с которой она жила, с которой она работает. До этого она работала с тем, что случилось буквально на ее памяти, тот город, который она знала и который сносит, здесь возникает древность, возникает само название, да, церемониальный инструмент, это отсылка к какой-то древности, и это работает, опять-таки, фарфор, она работает с обжигом и с тем, что из помещенного в эту фарфоровую массу, в фарфоровую глину, во время обжига сгорает, что не сгорает, что оставляет свой след, что остается как вкрапление, что растрескивает этот фарфор, она помещает в этот фарфор лезвие, например, или ножи, нож, который сгорает, который заставляет этот фарфор покрыться трещинами, заставляет его как бы, безобразит эту идеальную фарфоровую поверхность, но и создает какую-то совершенно особую фактуру, особую красоту этих трещин. Целая серия инструментов, инструменты, смешивание инструмента, слезный инструмент, да, который музыкальный, видимо, неизвестно похожий на какой-то духовой музыкальный инструмент, а вот такие, еще одна серия инструментов, из которых как раз пробивается каким-то образом, вот это выжившее в них живое, да, мягкое, бревное, тряпье, 21 грамм, 21 грамм, это как бы считается, что столько весит душа, потому что если когда тело человека взвешивает сразу после смерти, оно почему-то оказывается легче, ровно на 21 грамм, но это не очень научная гипотеза, что 21 грамм весит душа, и это сделаны из фарфора, обожженные в фарфоре манжеты старых рубашек, когда манжеты сгорают, но их форма каким-то образом остается, вот эта хрупкость хрупкости, хрупкость самого следа хрупкости, вот, и из недавних работ она делает неожиданно монументальную работу, фигуративную, причем работающая не с китайской образностью, а с европейской, это огромная фигура, огромная скульптура ангела падшего, сделанная из пенопласта, из поролона, да, из такой губчатой материи, которая, вот, и это пронзенная всевозможными автомобилями, в основном это из автомобиля, позаимствованными трубами, да, послание не доставлено, мир переполненный, настолько переполненный информацией, что эта информация не может достичь своего адресата, ну, и, собственно говоря, еще одна история из страха полета, да, которая, вот, аэрофобии, которая посвящена, собственно, все ее работы, связанные с самолетами, вот, и такая, собственно, еще одна из этой же серии работы, опять-таки, про самолеты, наверное, троян, троянский конь, огромная фигура пассажира, пассажир, женщина в авиакресле, в самолетном кресле, женщина, которая принимает ту позу, да, которая, знаете, на всех инструкциях, которая по безопасности, которая есть в самолете, это та поза, которую нужно принять в том случае, если самолет падает, когда, вот, то есть, это поза абсолютного там стресса, катастрофы, беспокойства, тревоги, вот того, когда худшая, и поза истерики, поза, когда человек просто там плачет, ему страшно, вот, но при этом вся эта фигура сделана, как всегда, из тряпья, как всегда, из старой одежды, это фигура, в которую можно войти, и внутри этого стресса, да, внутри этой ситуации стресса, этой ситуации предельного беспокойства, обнаруживается еще одно вот такое же прекрасное ажурное витражное, как напоминающее собору, убежище, в котором, собственно, от этого страха, который внутри предлагается скрыться и спрятаться. Вот, ну, второй наш герой сегодняшний, Лю Вэй, художник, немножко, как бы, тоже формирующийся уже, он как раз уже не застал, по-моему, маоистский Китай, был из среднего класса, его родители были врачами, и они все время путешествовали, потому что все время работали в разных больницах, а он получает, опять-таки, традиционное живописное образование художественное, вот, но учится очень плохо, потому что считается, что ему, собственно, живопись ему неинтересна, живопись не только соцреалистическая, которую тогда учили, но и живопись, которая делала, так сказать, предыдущее поколение современных китайских художников, художники, которые занимались практикованием, художников китайского социарта, да, это такое поколение художников, у него есть художник, который абсолютно, которого тоже зовут Лю Вэй, который точно так же пишется на русском и на латинице, поэтому у нас в анонсе случилась некоторая, не, 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 не проблема, что его, как бы, что их все время путают, их все время общая работа, помещают и того, и другого в один список, но это, собственно, как раз антагонистические поколения, потому что поколение первого Лю Вэя, родившегося в 60-е годы, это поколение вот этого китайского социарта, и это живописцы, которые делают карикатурный, там, циничный реализм, они назывались, делают живопись с очевидным карикатурным политическим месседжем, и следующее поколение художников, это поколение художников, которые принципиально не хотят ни заниматься, ни делать очевидное политическое искусство, ни заниматься живописью, это художники, которые ищут какие-то другие, прежде всего, и сюжеты, и медиа, и языки, вот, первая выставка, в которой участвует Лю Вэй, он, это выставка, которая, как раз вот этого поколения художников, которые уже бунтуют не только против официального искусства, но и против первой волны неофициального искусства, постсенситивити называлась эта выставка, постчувственная чувствительность или послесмысленная чувствительность, это была андеграундная выставка, которая проходила на самом деле в подвале, выставка предельно шокирующая, где были был хоррор, где были натуралистические слепки трупов, эмбрионов, подвешенные на мясницких крюках копии человеческих рук, ну и вот всякая сенсационность, потому что, собственно говоря, откуда берется это название и группа, и чего тогда хотелось молодым китайским художникам, они шли, они же как бы хотели сделать что-то сопоставимое с выставкой сенсейшн, сенсация, ощущение, выставка, которая вывела на сцену молодых британских художников таким же шоком и с таким же обращением к телесности, к телесности, которая в китайском искусстве и в традиционном была абсолютно табуирована и никак не присутствовала, как будто художники начинают работать с телом, с телесностью, как чем-то шокирующим, и первое, что Львэ делает, он снимает видео, в котором как раз много-много обнаженных людей прыгают по полу как насекомые и вот происходит видео, про которое не очень много известно, кроме того, что нигде его найти мне не удалось. И дальше он становится известен и в 2004 году ему предлагают поучаствовать в Шанхайской Биеннале. Шанхайская Биеннале, тогда появляющаяся, действительно отличная Биеннале, дающая свет современному искусству в Китае, сначала и местному, и международному, и ему принимают это приглашение и делает, и придумывает проект, который он не реализует в результате. Он хочет, чтобы его инсталляция доходилась вне музея, там это происходило, тогда, в Шанхайской Биеннале, в очень красивом здании, построив в стиле арт-деко, в котором был английский скаковый клуб, прекрасное здание, начало 30-х годов, с башней, с часами, такой очень гламурный, международный, Шанхай 20-30-х годов. И он хотел, чтобы его проект был выставлен перед этим зданием, чтобы перед этим зданием стоял железнодорожный вагон. Ему хотелось сделать выставку в этом железнодорожном вагоне, и чтобы этот вагон стоял на вертушке, такие вертушки, которые используют, когда поезд пересекает границу, до недавнего времени это было, может быть, до сих пор существует, когда поезд пересекал границу между Советским Союзом и Европой, потому что в Советском Союзе была принята одна ширина колеи, а в Европе другая, поэтому поезд надо было переставить с одних колес на другие, и для этого использовалась определенная вертушка. Вот эту вертушку, вот эту конструкцию он хотел поставить, как знак перехода на другие, в другую цивилизацию, и внутри этого поезда сделать свою мини-выставку, потому что ему нравилась идея поезда, ему нравилась идея бегства, путешествия, перехода на другие рельсы, и идея, что он выставляет выставку контрабанду, что он делает такую выставку контрабандистов, и в последний момент ему в этом проекте отказали, не нашли денег, не понравилась идея с этой самой вертушкой, и он срочно решил сделать, ему предложили внести какие-то изменения, он не стал вносить изменения, он сделал абсолютно другой проект, поскольку он был абсолютно взбешен этой ситуацией, он решил в буквальном смысле показать задницу и сделать что-то такое ожидаемо китайское, которое от него хотели, вот он делает прекрасный китайский ландшафт, горы, туманы, вот такая китайская живопись, но это китайский ландшафт, который составлен с фотографией волосатых мужских задниц, которая будет вам работа с телесностью, с сенсационностью, с шоком, которая будет выглядеть как та самая прекрасная китайщина, за которой приезжают посмотреть первые международные гости шанхайской биеннале китайщины, которые с большим успехом, собственно говоря, современные китайские художники используют, не говоря, эксплуатируют в своем искусстве. Вот, и вот эта же история с такой шоковой телесностью продолжается в следующем его проекте, который называется «Несварение». Это проект, который выглядит как огромный, как гигантский экскремент, двухметровый, сделанный из смолы, в котором, если присмотреться, то, собственно говоря, что оказалось причиной несварения, это туда можно разглядеть кучу оплавленных игрушечных солдатиков с оружием, такое тотальное несварение вот этой войной и милитаризма. Но это, собственно говоря, он продолжает отдавать дань вот этой шоковости, с которой сенсационности, с которой его поколение выходит на художественную сцену. Вот. И не менее шоковым ему, самым знаменитым ему проектом оказывается следующий его проект, который называется «Люби шукуси». это выставка, который выставляет в результате Саачи, который в свое время делал сенсейшн. То есть все получилось. Это макет вот таких макет огромных городов. Это все, так сказать, мировые места силы, все правительственные здания мира, все, как бы, и другие места силы. Музей Гугенхайма в Нью-Йоркске там тоже присутствует. Огромные покосившиеся макеты, напоминающие такой кадр из фильма «Катастрофа. Мир после апокалипсиса». Но сделаны все эти постройки, сделаны из бычьей кожи, которую используют для того, как бы, используют, делая жевательные кости для собак. И, собственно, это тоже вполне себе плакатный проект, в котором он хотел показать, что вот эти, что власть для человека это то же самое, что кость для собаки. Тем более, что в Китае символом власти является бычья кость, вот эта бычья кожа. И изначально он хотел построить этот макет и во время открытия сделанный из вот этих самых жевательных костей для собаки и выпустить на него свору голодных собак, чтобы они этот проект, вот эту всю красоту растерзали. Но, не знаю, в последний момент он от этого отказался, решив оставить всю эту скульптуру. Не исключено, что его отговорили галеристы, потому что, понятно, такая красивая штука, ее же надо оставить, ее же потом интересно продать, например. Тем более, что если что для него самого, этот проект был абсолютно сатирическим, а для западной публики этот проект неожиданно оказался красивым, какой прекрасный, заброшенный, руинированный город, город, в котором есть ощущение телесности, город, который сделан. Я, когда первый раз этот проект видела, у меня там считывается физиологичность этого материала, что это город, который является какими-то, не знаю, внутренностями животного, еще что-то, но при этом эта кожа еще считывается как пергамент, что это не как собачья кость, а то, что сделано из пергамента, вот такая вот покосившаяся, дряхлеющая физиологическая память вот этого какого-то тотального мегаполиса посткатастрофического будущего. И из того же материала он сделал, попозже сделал еще один проект достаточно провокационный, не трогать парящий воздух, это Лхаса, дворец Потала в Лхасе в Тибете, Тибет, который является китайской территорией, незаконно узурпированная, как считает большинство европейцев, и вот эта самая недостижимая кость, которую тебе кидают, такая достаточно провокационная работа, опять-таки невероятно красивая и зрелищная. И после чего он появляется тот сюжет, который будет важен во всей его дальнейшей до настоящего момента, надеюсь, будет в карьере, он начинает работать с архитектурой, с пространством. Переход к тому, чем он занимается сейчас, происходит в тот момент, когда он после этой серии, который обескуражен, тем, что вместо того, чтобы считать сатирический месседж, публика считала красоту этих зданий, прежде всего. И он начинает работать реальными предметами, делая такой проект, где он делает полироидные снимки каких-то обыденных предметов, а потом выставляет сами эти предметы, которые он сфотографировал, кадрировав их, обрезав их так же, как они были в кадре, делает совершенно варварское насилие над этими реальными предметами, в основном это бытовая техника, делая из них скульптуры, делая их абсолютно неприменимыми, вытаскивая и начинает переформатировать вот эту повседневность. И из этого интереса и к повседневным предметам, и к архитектуре вырастает следующий проект, проект опять-таки архитектурный, который он делает уже не как макет, а как постройку, в которую можно войти, архитектуру, в которую можно войти. Впервые он это показывает в Пекине, потом он показывает эту работу в Европе, в том числе на Лионской биеннале, которая в тот раз была посвящена времени, биеннале посвящена времени и истории. Вот такой павильон, сложенный из оконных рам и дверей, снятых опять-таки с тех же самых разрушенных во время сноса Пекина разрушенных зданий. Только на этот раз речь идет не о традиционном китайском жилье, которое пострадало, а о старых советских, еще советского Китая времен государственных учреждений. Это больницы и школы с очень характерным, узнаваемым салатово-зеленым цветом. Это цвет, в который красили государственную архитектуру, госучреждения, из которых он выстраивает такой замечательный чайный домик, огромный, в котором очень красивое помещение, в котором есть и ощущение комфортности, ощущение какой-то досуга и ощущение абсолютной призрачности, то есть такой город-призрак, который из этого появляется, заставленный старой же мебелью. И историю продолжает использовать эти же материалы, все то, что осталось от сноса Китая, от сноса Пекина, в следующем своем проекте, возможно, это ошибка, где он использует эти материалы еще более эффектно, абсолютно их меняя, создавая, как написал один из критиков архитектурных Франкенштейнов, когда из различных фрагментов выстраивается что-то новое, где эти фрагменты узнаются, узнаются опять-таки благодаря этим цветам, голубому и зеленому госучреждений и коричневому цвету дешевых квартир, дешевого жилья, но архитектура, которую он выстраивает, это архитектура неожиданно отчетливо европейская, он выстраивает какое-то подобие готики, которое возникает в подобии готических башен, которые возникают из этой самой руины уже не старого Китая, а советского Китая, такой странной фантомной европеизации, которой он занимается, с такими головоломками, которые он выстраивается, архитектурными пространствами, с которыми он, собственно говоря, возвращается, в 2000-е годы он возвращается к живописи, он делает живопись, также связанную с образами вот этих новых строящихся мегаполисов, как и Инсюджейн, он говорит, что главное, то, что на него больше всего потрясло, то, что произошло на его памяти, это вот это стремительное изменение окружающего мира, города, в котором ты живешь, который на твоих глазах разрушается, вырастает заново, начинает расти в заоблачную высь, когда все это покрывается этими небоскребами, когда меняется на твоих глазах, меняется воздух, исчезает синее небо в Пекине, когда меняется цвет неба, и вот этот пурпурный воздух, название этой живописной серии отсылает к китайскому понятию, что пурпурный воздух это дымка, это такое состояние опьянения, когда все смутно, но при этом исполнено жизненных сил, вот эту мутную витальность современного Китая он рисует, причем создает эти работы компьютерные рисунки, нарисованные мышью и перенесенные на холст, причем перенесенные при помощи ассистентов, которых он набирает, ассистентов без художественного образования, которые красят это по холсту на свое усмотрение, так что создается такая живопись с элементами случайности, живопись, в которой все время колеблется вот этот градус абстрактности фигуративности, когда это все уже окончательно превращается в абстракцию, абстракцию, которая также может стать частью неких его больших проектов, как любой современный художник, он мыслит не отдельными работами, не отдельными объектами, даже уже не отдельными инсталляциями, он мыслит выставками, и, собственно говоря, внутри которых могут уживаться самые разные медиа, и точно так же, как его живопись продолжает те же самые архитектурные построения, которые он делает в своих инсталляциях, используя старую мебель, фрагменты старой мебели или старых архитектурных деталей, это, в общем, тот же город, который он выстраивает, его можно выстроить в сделанной по компьютерному рисунку живописи, его можно выстроить из реальных архитектурных деталей, и его можно выстроить из телевизионного сигнала, он делает несколько работ с телевизорами, напоминающих, ссылающих к ранним опытам Нам Джун Пайка, когда Нам Джун Пайк, чтобы показать, что телевидение, это не то, что оно транслирует, а телевидение как таковое, собственно, расстраивает телевизор таким образом, что в нем остается только сигнал, здесь тоже остается только сигнал, работа называется «Власть», не только потому, что телевизоры, это масс-медиа, это голос власти, но и потому, что власть это то, что можно выключить, вот этот пауэр, это кнопка, на которую можно нажать, чтобы это все выключилось, но при этом сами эти башни телевизоров, телевизоров с вот этими линиями, которые, единственное, что осталось в трансляции, выстраиваются в точно такие же какие-то современные мегаполисы, которые он представляет и в своих инсталляциях, и в своей живописи, когда он разбирает вот эти старые дома так, чтобы выстроить из них какое-то подобие нового мегаполиса. И в конце концов та же самая живопись может быть опять-таки видео-трансляцией, компьютерной трансляцией на сверхплоских экранах. Вот. И, ну, как бы, в основном он все-таки работает с архитектурой, с городским, с пространством и работает с материалами, делая, например, в 2011 году вот это золотое сечение, еще одну вебисекцию, связанную с ради-мэйдами, это более-менее традиционная китайская для современного Китая мебель, которую он доращивает, раздвигает, дополняет вот этими металлическими полосами, перереконструирует, создает вот этих мебельных франкенштейнов и как бы показывает, как эта мебель перестает быть мебелью и становится некой абстракцией, да, поэтому она может продолжиться в живописи точно такой же по форме, да, но при этом с такими странной отсылкой к Фрэнсису Бекону, судя по всему. А сама живопись может опять-таки оказаться предметом, поэтому, да, это холсты, собственно, это буквально холсты, но это холсты, натянутые на подрамнике, но холсты, которые стали предметом, собственно говоря, вот сам холст здесь работает, это упаковка, которая ничего не скрывает, это холст как таковой, холст, который стал предметом, холст, который стал элементом вот этой инсталляции, элементом пространства, с которым он работает. А к архитектурным макетам, к мегаполисам он возвращается в 2011 году, делая еще один прекрасный мегаполис, такой же посткатастрофический, запорошенный каким-то снегом ядерной зимы и все такое. Но здесь он использует другой материал, он делает весь этот мегаполис, сделан из стопок книг, это все вырезано из книг, а книг из этой толщи книг, опять-таки памяти, причем книги, которые он использует, это книги, старые китайские книги по научному коммунизму, например, или что там было, вот такие советские книги, из которых возникают мегаполисы, напоминающие и современные китайские мегаполисы, и архитектуру американского арт-деку, и, собственно говоря, сталинскую архитектуру, сталинских высоток, какие-то аналоги, которые, насколько я помню, в советском Китае строились, архитектуры власти, основанная на этих абсолютно бренных книгах, архитектура вполне себе исторически пока что узнаваемая, то есть эта история про различные виды архитектуры власти вырезана из этой толщи знаний, толщи книг в тот момент, когда книги уже перестают, собственно говоря, быть основными носителями знаний и информации, и основными носителями власти, книги, которые надо здесь узнать, книги, которые надо угадать в этом материале, потому что во всех своих интервью, когда Люве пытаются расспросить, про что же он на самом деле, про город, про архитектуру, про материалы, почему это художник, который с каждой выставкой меняет стиль, почему это художник, который с каждой выставкой меняет медиа, он говорит, что, наверное, прежде всего, он про отношения, про то, что такое реальность, поэтому возникает первое, вот с первой же выставки 99-х годов, что мы видим, как бы, что определяет реальность, как относительно наше представление о реальности, поэтому все время возникает ощущение, поэтому все время работает с обманкой, да, нам кажется, что мы видим прекрасный китайский ландшафт, но на самом деле это задница, нам кажется, что этот город сделан из мрамора, но на самом деле он сделан из книг, Нам кажется, что мы видим готическую архитектуру, но на самом деле это сняты с петель рамы китайских городов. Это все время ощущение обманки и подвешенного представления о реальности. Ощущение очень понятное, потому что человек живет в стране, где эта реальность меняется быстрее, чем ты успеваешь это осознать. Поэтому возникает ощущение, почему он работает с телом, потому что в таком стремительно меняющемся мире даже тело перестает быть той идентичностью своей, за которую можно уцепиться. Мы не уверены в нем, мы не успеваем его поместить в пространство, потому что пространство слишком быстро меняется вокруг. И вот с этим ощущением реальности, образа реальности и борьбы за это, право на реальность. Власть принадлежит тому, кто решил, что является реальностью, что не является реальностью. Поэтому любое сомнение в том, что то, что нам предлагают как реальность действительно реально, это всегда субверсивное сомнение. Поэтому фантастика субверсивна, например, почти всегда. Вот этой субверсивностью он работает, постраивает это, что мы видим на самом деле, из чего сделаны эти города. Они вечные, они бренные, книга – это основа нашей культуры или это устаревшая макулатура. Что это такое? Вот, и поэтому это ощущение действительно городов из научной фантастики, из дистопии, которая как раз сам по себе жанр, всегда жанр, подвергающий сомнению любую власть, любые посигновения власти на монополию и на реальность, чем он, собственно, и занимается. И, да, посмотри на книги. Дальше это опять-таки, вот этот минимализм, он как бы, Люве делает, сделан опять-таки из книг. Люве делает то, что от китайских художников меньше всего ждали. Он начинает работать с традицией американского минимализма. Но он этот минимализм делает по-другому. Он делает, опять-таки, вот эти напоминающие до Хейзера, например, напоминающие американское искусство 60-х годов. Объекты сделаны, опять-таки, из стопок книг, из которых он делает увеличенные копии тех простейших геометрических фигур, которые, как он рассказывает, в школе, в художественной школе использовались. То есть вот с чего делали натюрморты. Вот там лежит, стоит определенный, конечно, вот этих кубов, да, и пирамид. Вот, он их делает огромными, он их делает, он их превращает в подобие архитектуры, да, подобие такой идеальной архитектуры. Помните, был первый этапический опыт архитектуры времен, вылетело из головы имя архитектора, времен французской революции, там, храма в виде идеального шара, да, или саркофага. Такая идеальная архитектура, платоновская идеальная архитектура, сделанная, опять-таки, из книг, которые носитель мудрости и эмакулатура, да, и что-то бренное. Вот, и это пространство, с которым он начинает работать, и дальше он начинает работать в основном то, что он делает в 2010-е годы. Это такие квазиархитектурные пространства, которые могут выглядеть, это архитектура, это скульптура, это, опять-таки, опыт минимализма с простейшими материалами, это продолжение, трансляция современного урбанистического пространства. Да, если для Ису-Джень был интересен Пекин, и для Люве вначале был интересен Пекин, который старый, который разрушился, а что построили, в какой городской среде мы, в каком пространстве мы оказались. Вот этот современный мир из стекла, бетона и пластика. Мир, который, опять-таки, очень сомнителен, потому что это мир, в котором это не выглядит как стройка, это не выглядит как разрушение, это выглядит как изнанка декорации. То есть это то, что в этом мире нету честности материала, в этом мире есть ощущение тотального фейка, тотальной декорации, в которой все живут, сомнительности, поэтому возникает пазл, инсталляция из зеркал, как зеркальная комната, инсталляция, в которой Люве вдохновлялся рассказами Борхеса, вот его миром с зеркалами, с восстанием людей из зеркал, его лабиринтами, и миром, как бы современным городским миром, современным городом, который является таким подоптиконом, пространством, где все во всем отражаются, где все видны, где есть камеры слежения, где постоянно все находятся под наблюдением. И он обманывает это наблюдение, создавая вот этот зеркальный лабиринт, создавая все время эту систему отражений, которые путаются, которые превращают в тотальные видимости и тотальные запутанности. Тоже, опять-таки, это выставки, поэтому в разные выставки интегрируются разные работы. И одновременно с этим, с пазлом он делает проект, который называется «Энигма», «Загадка», да, вот есть два варианта загадки, загадка, как пазл, головоломка и тайна. Вот головоломка – это вот это зеркальное пространство, в которое нельзя войти, загадка, тайна – это то, куда можно войти, и это пространство, в котором, опять-таки, возникают вот эти самые идеальные архитектурные формы, но разобранные немножко, и возникает вот такое, как бы, лабиринтообразное пространство. Я нигде, ни в каких пресс-релизах этой выставки этого не читала, но, собственно говоря, «Энигма», помимо того, что это, назваю, это тайна и загадка, да, это еще название шифровальной машины первой, появившейся во время Второй мировой войны. И, собственно говоря, вот это пространство напоминает какое-то пространство старинных компьютеров, да, огромный вычислительный центр. И сами эти объекты, в них появляется новое измерение, да, они еще и механизмы, они еще и машины, они еще и какая-то странная такая киберпанкская технология, да, какие-то непонятные, вот этот мир из каких-то непонятных, скорее, то ли утопической архитектуры, то ли сломавшихся машин, мир, в котором нет уже, нету истории, да, это не историческая, это не личная память, это не историческая память, мир, который можно было бы назвать футуристическим, но, скорее, это дистопия, потому что будущего в нем тоже нету, это некое ощущение вот этой изнанки декорации, которая является, вот этого тотального фейка, в котором является современная архитектура, где появляются зеркала, которые ничего не отражают, где появляется прозрано, как бы, что-то напоминающее тренажеры, где сама архитектура, а это проект, который делался специально для вот этого прозрачного атриума, это музей Самсунг в Корее, если я не ошибаюсь, да, когда эта современная архитектура доводится до предела, превращаясь вот в этот самый фейк, декорацию, как бы выглядит сломанно, выглядит собственным, с каким-то собственным разрушением. При этом его, как бы, его дистопический, вот этот дистопический, очень эффектный, на самом деле, мир оказался, так сказать, коммерчески привлекательным, и в 2017 году ему предложила коллаборацию, модный дом Макс Мораль, для которого он сделал декорации для показа, и, по-моему, даже какие-то модели одежды тоже. Да, и как интересно, как в этом мире, что появляется, когда в этом мире появляются человеческие фигуры, когда он строится все-таки по человеческой мерке, это, оказывается, такое, в общем, достаточно элегантное, дистопическое будущее, которое он представляет, будущее, в котором мы, условно говоря, со времен космической Одиссии и Кубрика привыкли, в общем, скорее любить и хотеть туда попасть. Как бы, этот мир оказывается вполне себе, как бы, соблазнительным. Вот, но, именно этого года, его последнего выставка, в ней ничего от этой соблазнительности не остается. Это, действительно, если это и будущее, то это достаточно мрачное будущее с тенями, с пещерами, вот с такими огромными, опять-таки, теми же шарами, которые были в Энигме, которые были в плотности, да, шарами, которые здесь, как бы, оказываются небесными телами, называется это все по этому период, да, эпоха, шарами, которые подвешены в воздухе и медленно в нем крутятся, каждый этот шар, как говорит художник, живет в собственном времени, но при этом еще одна ассоциация, которую меня эти шары вызывают, да, это вот эти самые огромные, подвешенные на подъемных кранах сферы, по-моему, шармолот они называются, которыми сносят дома, то есть этот период, эпоха, планеты, это время разрушения, это время, когда это идеальная архитектура, идеальная архитектурная форма, на самом деле являются тем молотом, которым разрушается история, разрушается прошлое. Спасибо.